Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Олеся и сегодня предлагаю вам приготовить вместе со мной замечательный очередной гостовский рецепт плетенку с маком. Что сказать, рецепт, как и все гостовские рецепты, замечательный, плетенка получается просто потрясающе вкусная. Хотя тут всего лишь один небольшой минус, как и во всех, наверное, таких рецептах, это время. Время для его приготовления этот рецепт затребует достаточно много, но вкус превзойдет все ваши ожидания. Плетенка получается слегка сладкая. В основном она, конечно, подойдет для каких-то бутербродов, к чаю. Долго не черствеющая, сохраняет все свои свойства в течение, я не знаю даже, скольких дней. Она у нас столько дней не выживала, но максимум, сколько она у меня лежала, 4 дня остатки. И абсолютно нисколько не меняется вкус. Продукты самые простые, элементарные. И давайте будем готовить. И как в любых гостовских рецептах, здесь важна точность, поэтому потребуются весы. Без весов здесь не обойтись. Я уже измерила и просеяла вот сюда в миску 225 грамм муки и 5 грамм дрожжей свежих. Немножечко их можно растереть с мукой. И добавить 120 грамм воды. Грамм, не миллилитров. Не пугайтесь, вот такая вот плотная, густая опара должна быть. Которую повымешивайте минут 5 хотя бы. Теперь затянем пленкой и оставим в теплое место. Идеальная температура вообще 30 градусов. Я поставлю на миску с теплой водой на 3,5 часа примерно. Опара у меня стоит ровно 4 часа. Теперь берем, еще просеиваем в другую миску 275 грамм муки. Муку лучше брать высшего сорта. И вода теплая, 130 грамм. В воду добавляем 30 грамм сахара и 7 грамм соли. Все измеряем на весах. Хорошо все перемешать до полного растворения. Здесь у меня еще 13 грамм растопленного сливочного масла. По ГОСТу идет 82% жирности маргарина, но такого я не нашла. И дозволяется заменять на сливочное масло. Поэтому беру сливочное масло. Если хотите постную плетенку, пожалуйста, берите маргарин. В просеянную муку выливаем жидкость. Берем всю опару, тоже добавляем сюда. Опара, она такая достаточно плотная. Можно порвать ее вот такими вот кусочками. И замешиваем тесто. Когда немножечко вот так перемешали, опару с мукой, добавим масло. Все, берем и замешиваем. Замешиваем достаточно хорошо и долго, минут 10-15. Когда соберется все в ком, можно выложить на рабочую поверхность и повымешивать. Никакую муку, ничего не добавляем. Просто вымешиваем. Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите, какой гладкий, однородный ком теста должен у вас получиться после вымешивания абсолютно не липнущий ни к рукам, ни к столу. Я еще побросала его хорошо. Подкатываем шар. Миску немножечко смазываем растительным маслом, прям совсем чуть-чуть. Тесто переворачиваем, чтобы оно тоже было слегка смазано. Затягиваем пленкой и оставляем еще на расстойку на час-полтора. Прошел ровно один час, тесто вот так вот увеличилось у меня в объем. Вы видели, какой маленький был колобочек? И теперь его обминаем. Обминаем и делим на три равные части. Можно даже развесить на весах, чтобы были одинаковые. Ну, примерно постараюсь поделить просто на одинаковые шарики. Подкатываем каждый кусочек в шар. Таких вот три одинаковых шарика получилось. Теперь прикроем полотенчиком или пленкой и оставим на 10 минут. Прошло 10 минут. Теперь берем каждый шарик и раскатываем его в овал. В данном этапе уже можно взять немного муки. 5 метров 30 метров. Длина овала. И теперь берем и подворачиваем в рулон такой, в рулет. Можно немного фиксировать здесь пальцами каждый поворот. Обязательно шов. И потом подкатать можно. Немножечко выровнять эту полоску. Следующий. Обязательно зафиксировать самый край. Выкладываем на пергаментную бумагу, на лист и начинаем переплетать как обычную косичку. И край фиксируем. Фиксируем и подворачиваем под низ. Накрываем теперь пленочкой. И оставляем на расстойку на 1 час. Смазывать верх плетенки будем просто разболтанным яйцом, в которое добавлю чайную ложечку воды. Плетенка у меня расстаивалась ровно 40 минут. Мне не потребовалось час. Как узнать, что она расстоялась, нажимаете пальчиком. И если медленно эта ямка распрямляется, не сразу, мгновенно, то значит готова. Ну и по объему естественно, вот как она увеличилась. Духовку разогреваем на 215 градусов. Вверх посыпаем маком. И если вы хотите, чтобы мак потом не обваливался при нарезке, еще раз фиксируем его яйцом. И все, отправляем нашу плетенку в духовку. Вот такая вот здоровая плетенка получается. Выпекалась она у меня 15 минут при 250 градусах и 10 минут при 180 градусах. Получается она очень такая мягкая, нежная. С чаем просто потрясающе. Вот такой вот у нее мягкий, нежный белый воздушный мякиш. Ладно, воспользуйтесь этим рецептом замечательным. Повторите. Всем желаю удачной плетенки с маком. До скорой встречи на моем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok